Вот если у меня кухня грязная, там все, грязная кухня на всю жизнь. Нет, вы же так не думаете, идете, моете и все, и отмываете кухню. Так можно отмывать судьбу точно так же, все это то же самое. Я каждый день отмываю свою судьбу, еще и там кто-то просит помочь, помогает. Но надо учиться, не бояться судьбу отмывать, вы боитесь ее судьбу, как видите. Ой, все. Еще помогают астронки всякие, говорят, да, 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 осеннее пальто, может не покупать, все. Помогают-таки помощники. Вот, это просто неправильное мышление. Едва побеждается. Понятно, вы не можете победить то, что уже прошло. Все, уже прошло, уже прошло, все, уже нечего побеждать. А если еще не прошло, еще будут события, то можно повлиять на него. Я в институте был таким, очень непослушным студентом. Но я работал над собой, учился побеждать судьбу, экспериментировал, изучал, как это действует. И я не ходил почти на лекции. В основном ходил в клинику, людям помогал, там лечил, общался с ними. На лекции почти не ходил. Ну, потому что иногда меня просто раздражало, как там лектора подают материал. Один лектор у нас по физиологии, он такой, вот так вот подавал материал. Вот. Я разок не выдержал, так это. Но, как он говорит, и спрятался за партой. И все там засмеялись. Он меня заметил потом, двойку у меня по сторонам. Я решил вообще не ходить больше, чтобы не раздражать народ. Вот. И я хотел выключить людей. Ну, и меня решили исключить из института. Ну, и собрали вот этот консилиум. И меня пригласили. Я пришел заранее. И очень сильно молился, чтобы меня не исключали из института. И те преподаватели, которые участвовали в консилиуме, которые прошли мимо меня, они все на меня посмотрели. А я на них. И все, кто меня прошли, были за то, чтобы меня не исключать. А все, кто пришли раньше, были против. В результате меня оставили. Я потом, ну, у меня просто один знакомый преподаватель там сидел. И он мне сказал, кто был то за, кто против. И я тогда проанализировал все это. И понял, что можно влиять на судьбу. Это было доказательство для меня. Но на занятия я продолжал не ходить. Потому что я не видел в этом смысла. Я хотел лечить людей, помогать людям. А лекции по фармакологии все равно таблетками не буду пользоваться. Чего мне их слушать? Я знал уже, чем я буду лечить. Чем мне зря время тратить в жизни. И я игнорировал. Кстати, мой декан института опять начал собирать уже документы, чтобы меня отчислить. Окончательно. И в это время, а я молился Богу, чтобы Он дал мне возможность учиться, как я считаю нужным. Я ходил на занятия, на все, но на лекции не ходил. Ну, на некоторые. И на все. Он был упертым. И молился, чтобы Бог мне позволил учиться. И в это время произошло событие. У проектора по учебной части института разбился сын. Спортсмен был, разбился. И его, ему, все тело, отец травматолог все собрал, сшил все тело там. Он выжил, этот ребенок. И у него не срастался одна кость на руке. Там кость была раздроблена, ее заменили костными опилками. И они не срастались. Он начал искать нетрадиционную медицину, как можно помочь. Потому что традиционные методы уже не могли помочь. И ему сказали, что у вас есть студент, учится, который вот этим занимается. Он пригласил меня домой. Я начал ему там нажимать точки всякие на руке. У него быстро начало все срастаться. И в это время к нему попадает на стол бумага, что меня исключают из института. Вот. И он приглашает моего декана к себе домой в гости. Ну, просто на чай. И в это время я там лечу. А это лекция идет в это время. И я лечу его сына. Он приходит, говорит, ах, вот ты где на лекции. И как-то меня назвал там. Ну, как. Ну, не очень, что ли, что-то такое. И зав, ну, как бы, проектор по учебной части, очень уважаемый человек, он так разнелся, говорит, это Олег Геннадьевич, мой лечащий врач. Он спас жизнь моему сыну, как мы с ним разговаривали. И он сразу тот, кто-то убрал документы. Я потом учился нормально до конца, был на четвертом курсе. Ну, то есть, видите, человек может побеждать судьбу. И даже если он ведет себя не совсем правильно, не совсем стандартно, он все равно может побеждать судьбу. Понимаете? Судьба в руках человека. Не надо ее бояться. Судьбу не надо бояться. Мы сильнее судьбы. Я просто вам говорю про примеры своей жизни, потому что они мне очень близки. Не то, что я хвалюсь. Они близки, и вы прочувствуете их сильнее. Какие у вас вопросы по диагностике? Еще вот хороший вопрос был, разобрались. Еще вопросы. Все нормально, все решили? Вы будете пользоваться? Пробуйте. Через годик попробуйте, научитесь, будете хорошо ориентироваться. Очень помогает в жизни. Особенно, когда опасные события могут быть в жизни. Переезд, допустим. Человек, не знаю, помолился, успокоился по поводу переезда. Не то, что хочу ехать по-любому. Успокоился. В этом раз смотришь по кой руке. Бывает хорошо, а бывает плохо. И тебе все станет ясно сразу. Практично очень все. Теперь смотрите. Есть еще другие вещи, которые надо знать. Например, у меня начался период, связанный со злой планетой. Это злая планета, как бы невидимая в нашем солнечной системе. Ее называют Раху. И у нее цвет, она цвета, как кожа у тигра. И в этот день, когда у меня начался период этого Раху, я вышел во двор своего дома почитать молитву. И передо мной сел кот. У него расцветка, как у тигра, полосатая такая. Тигр, тигр прямо. И он начал смотреть на мне в глаза прямо, хотя коты никогда так не делают. Прямо неотрывно, вот так, с глаза, не мигая. И я такой, опа, добрый день, Раху. То есть, он со мной поздоровался. Он говорит, я пришел в твою жизнь. Все. Будем со мной теперь жить. Два с половиной года. Это был период долгий. Означает испытания в жизни, трудности. Когда у меня длительный период Сатурна начался, мне чуть морду не набили в этот день. Тоже, здравствуй, Сатурн. Добрый день. Вот. Там была такая ситуация, что мне хотели избить. Как бы, я не сопротивлялся, говорю, вы хотите, бейте. А мои помощники, они встали возле меня и не дают меня бить. И те, которые били, они вот так махают руками, ну, как бы, до меня не достают. И так несколько раз махнули, ушли. Сатурн пришел и сказал, что я буду махать на тебя кулаками, но все будет нормально. Молодец. Это знаки судьбы. Молодец. Черный код тоже, допустим. Черный код – это Сатурн. Если он переходит вам дорогу справа налево, значит, все будет пока-кола. А если слева направо, значит, опасно. Но в целом, как бы, если он дорогу переходит, то это уже не очень. Куда бы он ни пошел. Причем интересно, что если вы, допустим, побежали на него, и он свернул назад, то это тоже знак. То есть, это означает, что Сатурн придет, но вы сможете его победить. Если вы побежали, он все равно перебежал дорогу. Это значит, что это тоже знак, что не обольщайтесь. Вы будете сражаться, но все равно он будет сильнее вас. Вам нужны уже энергии Бога, силы Бога, чтобы вам помочь, чтобы победить судьбу. Если женщина с пустыми ведрами переходит дорогу вам справа налево, значит, денег не будет. Вода – это деньги. Денег не будет, но будет все нормально в жизни. А если слева направо с пустыми ведрами, значит, денег не будет и будет не очень нормально. Надо молиться. Если, допустим, солнечное затмение, и вы с дуру пошли посмотреть, это значит, что у вас кукушка не работает. Потому что это очень неблагоприятно. Переводите там, кукушка не работает. Ну, то есть, понимаете, солнечное затмение вообще опасно. В это время лучше находиться в воде, ванну налить в воде и повторять молитву. Самое надежное. Или лунное затмение. А если вы еще посмотреть, пришили на него, то злые силы в это время могут воспользоваться. Могут воспользоваться, могут нет, неизвестно. Ну, как бы, насколько сильна ваша защита. Но идти и быть дураком таким самому смотреть на это дело, когда это и так опасно, даже когда не смотришь. Это означает, что нет знаний у человека. Это вы такие. А я смотрел. Понимаете, вот если вы сейчас будете наглобучиваться от моих лекций, от моих слов, то от этого вам лучше не будет, понимаете? Ну, то есть, жизнь не же хорошая, вы до сих пор не померли, да? Ну, значит, в будущем все будет нормально. И то, что вы сейчас поняли, что что-то не так сделали. Все, значит, все. Это называется мнительность. Надо бояться судьбы. Что вы такие, все, испугались? Я о судьбе говорю, такие испугались. Что бояться? Все нормально. Итак, дальше поехали. Вот, допустим, насчет ворон. Не так все плохо. Насчет ворон не так все плохо. Но надо знать, что это имеет значение. Вороны, молнии, громкие крики какие-то, кто-то со стула падает. Это все есть. Только надо понять, как это работает. Вот, допустим, я иду по улице, о чем-то подумал, серьезная какая-то мысль, и тут же, как я подумал, каааа. Смотри, с какой стороны. Если справа у мужчины, значит, все нормально, победим, но неприятность будет. Если с левой, значит, молись. У тебя есть время. Ты предупрежден. Понятно, да? Кар означает сильное обмешательство. То есть не то, что кошка так тихонько перебежала, там какие-то мелкие пакости. Кар это уже как бы серьезно такое. Или молния еще серьезная. С какой стороны смотри. Если ты подумал о чем-то. А если молния щелкнула и ты после нее подумал, это называется мнительность уже. Типа молния ударила, а мужчина с левой стороны думает, так к чему бы это, к чему бы это. А, вот к чему. Все, я понял. Она может просто ударить. Понимаете? Просто сама молнию ударила и все. Вы тут ни при чем. Если вы подумали о чем-то и в это время ударила. Вы сначала подумали, а потом ударила. Тогда Бог предупреждает. Или крикнул кто-то, человек какой-то. Бывает хороший крик. Допустим, вы идете, думаете, жена уйдет, допустим. И с правой стороны мужчина, значит не уйдет. Все нормально. Бог предупредил. Жена любит. Я дедушку не бил, я дедушку любил. А женщинам с левой хорошо, а с правой плохо. На луну можно смотреть и на солнце можно смотреть. А когда солнце закрывает или луну закрывает затмение, тогда не надо. Можно смотреть на солнце, на людей. На Олег Геннадьевича можно смотреть. Во время лекции. Это все благоприятно. На деревья. На счет животных везде все по-разному. Вот допустим, в некоторых странах змеи это хорошее животное, поэтому благоприятный знак. А там, где неплохие, неблагоприятные. Это все за этот эмоций. Понимаете? То есть, если вы кошек любите и черная кошка перебежала, значит, хороший будет контакт с Сатурном. А если вы не любите кошек, кошка перебежала, такое не очень хорошее. По знакам судьбы все понятно? Знаете, я вот считаю, что это хорошая, важная тема. Тяжелые события судьбы надо преодолевать. Но вот мой опыт жизни показывает, что в основном люди страдают от своих желаний. Вот допустим, хочет выпить человек. Это неплохая судьба. Это неправильный образ жизни. Человек не занят. У него нет любимого труда. Он не знает, как отдыхать. Я вот сейчас уставший был, пробежался вчера, сегодня с утра 14 километров по лесу. Мне вообще 16 надо, чтобы я полностью очистил свой организм. А сегодня 14 хватило, потому что я бежал по лесу. И лес такой красивый, большой, сосновый. А я в сосновом лесу вырос. И мне очень подходит. И я, видно, 2 километра меньше надо было, чтобы отдохнуть. Я 14 километров пробежал и вообще отлично себя чувствую. Все. У меня все симптомы плохие и тяжелые прошли. То есть это значит, что выпивать мне не надо. А если человек не напрягает себя, постоянно ленится, с любимым трудом не занимается, просто скучает в жизни, у него копится плохая судьба, он не молится. В результате у него напряжение копится, ему надо что-то сделать. То ли в компьютерную игру проиграть, это в лучшем случае. То ли выпить, это в худшем случае. То ли погулять с кем-то. Понимаете? Ну то есть человек не может быть счастливым, самодостаточным своими силами. И это означает чувство. Человека мучают. Чувство. Иногда чувство могут у человека. Чувство у ума и щупальца. Чувство это то, что поиск ищет счастье. Мы все ищем счастье. Мы ищем счастье глазами, ушами, языком, тактильным чувством. За обонянием 5 чувств у нас. И мы всегда ищем счастье. Всеми чувствами. В основном глазами. И в ведах чувства сравниваются с конями. А человек, который управляет конями, это разум. И бывает, что чувства так заносят человека, так сильно, что он может погибнуть. Понимаете? Поэтому, если вы чувствуете, что вас занесло, допустим, хочу замуж, все как бы уже зашкаливает, это неблагоприятно. Надо победить это желание в любом случае, что бы вы ни хотели. Хочу мороженое. То есть сильное желание всегда означает погибель. Означает, что что-то не то происходит с вами. Нужно занять себя чем-то. Не хочу, а нужно делать больше добрых дел, для того, чтобы меньше было желания. Чем больше человек делает добрых дел, тем меньше желания. То есть желание – это эгоизм, понимаете? И они разрушают человека. Желание – это сила, которая действует вопреки мне. Некоторые люди говорят, я свободный человек, и поэтому буду делать то, что мне хочется. Так вот, знаете, если вы делаете то, что вам хочется, вы не свободный человек. Потому что желание – это не ваше, это судьбы. Вот когда человек чего-то хочет, это судьба его туда тянет. Это не то, что он сам. Понимаете? Желание – это опасная вещь, это сила судьбы. Многие люди думают, если я этого хочу, допустим, я хочу изменить жене. Это не то, что это хорошо. Это судьба тебя туда тянет. И ты должен побеждать эту судьбу. А хоть и хочется. Вот эти чувства надо укращать. Их можно кормить. Чувства можно кормить. Чем можно кормить их? Любимым делом, хорошим отношением к людям. Чувства надо кормить. Если их не кормить, они звереют и начинают в пропасть тащить человека. Понятно? То есть, жене я решил не изменять. Тянут как бы чувства привередливые. Ну, надо напоить-ка и что-то хорошее сделать. Хоть немного еще в семье поживу с женой. Не буду изменять. Хоть немного еще постою на краю. То есть, на краю. Меня тянет, я на краю стою. Но еще хочу постоять на краю. Не хочу в пропасть. Понимаете? Это признак разума. Разумный что-то. Я коней напою. Я куплет допою. Все нормально. Хоть дожить не успел. Ну, хотя бы допеть успеть. Ну, то есть, меня никто не торопит туда, правда? Я должен, кричу, хотя бы подопеть. Ну, то есть, не надо позволять своим чувствам в пропасть лететь. Нужно занимать их, отвлекать их. Занимать какую-то деятельность. Допустим, ребенок хочет под машину. Вы ему покажите что-нибудь интереснее, поинтереснее, чтобы он занялся тем по-другим. Зачем пропасть? Какие у вас вопросы по поводу чувств? Девушка, вот чувства ее беспокоят, вижу. Сзади. Девушка молодая, всегда чувства беспокоят. Спасибо за возможность с вами встретиться. Садитесь. Может, мне важнее с вами встретиться, чем в Абусе. Никто не знает, что была такая. Да, вот мы сейчас служим, долгое время расслюзаем, но как мы тоже пробовали чувствовать, чувствуете это. Когда Бог покажет нам какой-то знак, что время зачастливается. Все, сейчас покажет вам знак. Надо начинать через 4 месяца. И через 4 месяца вам, у вас пропадет страх зачинать, а сейчас он у вас есть. Но всегда женщина, когда боится, значит ей не время. Прошел страх, значит время. У ней желание зачинать появляется, а страх проходит. Но иногда люди ошибаются, они думают о деньгах и о удобствах. Например, люди думают, у нас квартиры нет там, у нас нет удобств, зачинать не будем. А хочется, женщина думает, хочется, это неблагоприятно. Хочется, зачинай. Потому что, когда ребенок появляется в утробе, вместе с ним появляется его судьба. А если у него судьба, допустим, стоит лучше, чем ваша, то появится квартира, где жить. Ребенок и судьба ребенка организуют в квартиру. Но если у ребенка плохая судьба, то он появится и квартира, даже если была, ее не будет. Поэтому вы не волнуйтесь, все будет лока-кола. То есть, ну как надо, так и будет. Но надо зачинать ребенка, потому что поймите, что есть еще один момент. Сейчас объясню, погодите, очень внимательно, послушайте меня. Ну, допустим, если вы берете зеленые бананы, вот зеленые совсем, срываете их, упаковываете их в ящики и привозите в литву для того, чтобы продавать. Они вызревают потом, становятся спелыми, вы их кушаете. Как вы думаете, у них такой же вкусный вкус, если бы их сорвали спелыми? Нет. Это значит ему свое время, понимаете? А если банан сорвали уже вот такой, как бы ты хоть его запаковывай, хоть не запаковывай, он уже все нетранспортабельный. Понимаете? Поэтому, если девушка забеременела зеленая, как бы, ну понятно, рановато там 14 лет, но все равно родится ребенок. Лучше, конечно, если бы она поспела там 18 и родила. А если она решила рожать в 45, то уже, как бы, как мне иногда пишут, как бы, ему пишут, мне 50, мужу 65. Что-то мы не можем зачать детей. Какие причины, Олег Геннадьевич, скажите нам, какие причины? Если бы вы мне написали, мы костями уже начали греметь, какие причины тут? Я бы ответил проще. Понимаете, люди странные, думают, что они до 100 лет могут зачинать. Надо зачинать, и когда молодая. Поэтому особенно хорошо с 18 до 25. Нет, надо в институте учиться. Нет, надо зачинать. Институт может подождать. А возможность зачинать с 18 до 25. Девушка хоть больная, хоть не больная, она все равно зачнет в этом возрасте. А вот если у нее есть склонность к бесплодию, то она проявляется уже позже. А вот чтобы была судьба, вот девочки с 12 лет в ведической культуре молились, даже с 7 лет, молились, чтобы им Бог мужа дал с 7 лет. И она молилась до 17-10 лет, и судьба приходит в результате. Я к астрологии как отношусь, я вам не скажу. Потому что к самой астрологии отношусь хорошо, я ее люблю. Кроме астрологии, есть еще астрологи, понимаете? Молодец. Да, вот если вы встретили хороших, это большое чудо, понимаете? Я очень редко их встречаю почему-то в своей жизни. Да, я решила. В основном встречаю всех, которые портят народу жизнь. Решил предсказать что-то. Понимаете? Астролог предназначен не для того, чтобы предсказывать. Он предназначен для вас, чтобы выисправить. Если он не может помочь человеку, нечего болтать. Потому что если человек что-то говорит, но не знает, как с этим справиться, он обвлекает человека на неудачу. А это неблагоприятно. Лучше не знать о плохой судьбе, и Бог поможет справиться. Потому что у тебя нет ни отрицательной веры об этом событии, ни положительной. А если ты уже сформировал отрицательное мнение о событии, то это в 10 раз хуже, чем если бы ты не знал о нем. Но если астролог говорит о событии и дает огромную силу побеждать, вот это и есть настоящий астролог. Но таких людей очень и очень мало. В основном они события говорят и типа, как бы, гуляй, Вася. Как я доктор, доктор Я говорит, буду жить, будете, но я бы вам не советовал. Понимаете, ну что это такое? Помог называется. Любой человек, вот запомните теперь, у нас по знаком судьбы, вот вы встретили человека, который говорит вам о вашей судьбе. Любой, 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 любой человек, даже я. Вот вы встретили человека, он говорит вам о вашей судьбе, и вы испугались слов. Это неблагоприятно. И это значит, что, скорее всего, человек неправильно вам что-то сказал. Потому что пугать судьбой человека нельзя. Судьба предназначена для того, чтобы ее побеждали, а не для того, чтобы она нас ломала. Понимаете, да? Будьте осторожны с теми, кто хочет предсказать судьбу. Эти люди сами должны сначала вам победить судьбу, а потом уже предсказать. Если вы встретили человека, который вас пугает вашей судьбой, то я вам разрешаю сделать ему массаж лица. Тут же прямо. Это будет благоприятно для него и для вас. Хороший знак будет. Потому что через него действуют злые силы, и вы ему массаж лица. И он раз испугался и убежал. Злые силы убежали. Все, значит, все благоприятно. Отлично. Злые силы могут действовать даже через человека, который выглядит очень возвышенно. Просто часто люди не знают, что такое судьба. Они думают, что судьба – это что-то обреченное такое. Судьба – это объем работы просто. Узнал об объеме работы – не теряйся. Дальше трудись. Побеждай. Дальше трудись. Нет, это закономерность. Практически у всех людей в день рождения всем тяжело. Поэтому его подбадривают, там праздник устраивают в этот день. В день рождения всегда тяжело. Ну, то есть человек, вот я, например, когда приближается к моему день рождения, начинают болеть, и становится слабость такая, плохо становится. Часто люди уходят из жизни в день рождения. Это тяжелый день для человека в жизни. А число дня рождения тоже тяжелое число для человека? Может быть. Такое может быть. Такое может быть. В целом надо знать, что есть числа легкие, а есть тяжелые. Например, четные числа это женские числа. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14. Это легкие числа. Тяжелые числа это мужские. 3, 5, 1 это число Бога. Оно не женское, не мужское. 3, 5, 7, 9. Мужские числа это тяжелые. Все, что связано с мужчинами, это тяжело. Все, что связано с женщинами, это благоприятно, хорошо. Да. Молодцы. Так они подтверждают меня, мои хорошие. Женская энергия позитивная, она создает гармонию, создает любовь. Мужская, она вызывает напряжение, трудности, мужская энергия. Иногда женщины могут создавать трудности, из-за того, что они выносят мужскую энергию. Вроде мужчина нормальный, а она его энергию не выносит и мучает всех. Такое тоже может быть. Но я говорю про число сейчас. Прочисло. Туда, куда-то не туда. Ничего страшного. Надо принять судьбу, объем работы и трудиться. Трудиться. Побеждать судьбу. Если, допустим, как бы бросила мужа, с другим начала жить, значит, будет кризис в отношениях. Не значит, что ты обязательно, он тебя бросит так же, как ты и бросила. Такое может быть. Это, ну, это закономерность. Но ты можешь победить ее, раскаиваться там, прощения просить. Ну, я просто, я не знаю вашу ситуацию, я просто говорю, что вот, ну, нет никогда такого, что человека обязательно накажут. То есть, он может правильно жить, как бы работать над собой, раскаиваться. И все, и нормально все будет, никто не накажет. Ну, наказание будет, но может быть не такое сильное. В целом, надо знать, что человек должен всегда настраиваться на духовную жизнь, на природу, на добрых людей, настраиваться, именно желать. Потому что свобода выбора такая, нас судьба всегда затаскивает в нашу судьбу, в нашу жизнь. Каждое утро я просыпаюсь, мне вставать не хочется, мне лень, всех бы поубивал. Ну, то есть, настроение может быть плохим. Ну, то есть, это просто так действует судьба. А мы должны вырываться, мы должны вставать, желать всем счастья, молиться, работать над собой, думать о Боге. И так человек должен жить каждый день. И это значит счастливая, удачливая жизнь. Не то, что удачливая жизнь, меня так, я люблю вставать рано, люблю порхать. Это все просто сказки. Продолжение следует...